Шелли, привет! Как у тебя дела? Дела у Шелли в полном порядке. Завтрак свежей морковью, а после пробежка. И всё это ближе к вечеру. Свет ежиха не жалует. Даже на видеокамеру фыркнула. В Благовещенский питомник Шелли привезли из Москвы. Ради обновления крови и пополнения палитры цветом белый паттерн на чёрном. Приехала ежиха не одна вместе с сестрой. Правда, видеться с ней редко. Но не переживает, ежи по природе одиночки. Людей тоже признают не сразу. Приходится идти на хитрости. Есть момент и купания. Это элементарная процедура, постоянная. Но, скажем так, когда ежика опускаешь в воду, он раскрывается в любом случае. То есть он не будет свернутым в клубочек. И когда уже ежика достает что-то в полотенчике, у него просыпается момент доверия. То есть вот эти руки ему никакого зла не причинят. Подкупить ежа можно и вкусностями. Питаются зверьки кормом для котят, овощами и фруктами. Но любимое лакомство – мраморное мясо одноименных тараканов. Их заводчица Анастасия и Вероника для любимых питомцев выращивают сами. А первую пару ежей купили три года назад. Для души. Мы приобрели самца здесь. Далее я нашла самочку в Москве. Приехав самочка с Москвы, она оказалась противоположным характером. То есть она ручная, она там давалась погладить. Тот ежик так у нас и не развернулся в руках ни разу. То есть мы, естественно, его продали, потому что кайфа от того, что у нас есть дома еж, мы не ощутили. Сейчас у подруг на двоих 14 ежей и больше ста проданных ежат. Они разъехались от Комсомольска до Москвы. Стоят от 6 до 15 тысяч рублей. Пополнение ждут и сейчас. Будущую маму стараются оградить от стрессов, чтобы не отказалась от детенышей. Рождаются зверьки совершенно лысыми. Но уже спустя полчаса начинают проклевываться иголки. С уколами которых, пусть и почти безболезненными. Будущему хозяину придется смириться. Наталья Бернацкая, Юлия Мишурнова, Денис Лугов. Программа «Город». Продолжение следует...